Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Бортер Колли Влог. Фаня валяется в клетке Тора. Тор, как всегда, начинает выйти, когда я разговариваю, засранец. Хватит выйти. А мы... Сегодня у меня вот по плану еще разбор вещей. А так я вот убрала пол, все помыла, все здесь чистенько. Осталось только кучу вещей разобрать. И у меня сегодня к посадке раз какие-то тут цветочки, хрен знает что. И вот такой я куст себе купила вчера. Вот такой вот. За 5.30. Посажу себе потом, вот такой будет потом красивый, большой, с этими, с розовыми цветочками. У нас сегодня шикарная погода, и по плану у меня будет сейчас посадки. Я покажу, что я буду сажать, потому что уже пришло время. И хочу немножко погулять с собачками. У нас с каждым днем все теплее и теплее. Сегодня вроде до плюс 15, вчера было плюс 16. И вот обещают до плюс 18, плюс 20. Покажу вот это мой сад перед окном, если его можно назвать садом. В уголке у меня мята. Очень классно выходишь из дома и сразу вырываешь себе мяту. Она растет как сорняк, так что за ней никакого ухода. Вот эта штучка тоже растет в принципе сама, за ней тоже никакого ухода. Какой-то цветочек. Без понятия, что это такое. Какой-то цветочек. Клубника. Кустик. Или земляника. Ну, вроде клубника. Дальше у меня гортензии. Раз, гортензия, два. И там была гортензия, три. Из этих трех перезимовали, походу, только вот эта одна. У нее есть тут, видите, зеленые отросточки. Но она была самой большой. Та была самой маленькой, она сразу в принципе умерла. Вот эта средненькая, я думаю, она тоже подохла. Хотя вот здесь вроде внутри даже зелененькая. Так что не знаю, может быть еще выживут. Вот эта вот хрень, вот эта, это пипец. Это шиповник. Дикая роза. Называйте как хотите. Эта хрень реально как сорняк. Она была здесь раньше полностью. Ну, видите, полностью вот здесь росла на этом месте. Мы полностью перекомали землю, полностью убрали огромнейшие корни. Тяжело было, реально тяжело. В итоге, походу, остались какие-то микро кусочки этих корней. И вот они проросли. И дали корни. И вот здесь у меня везде этот шиповник. Я думаю, буду пока просто его обрезать под корень, чтобы он не рос. Это не поможет от него избавиться. Ну, хотя бы его не будет вот это вот расти. Вот так вот. А, и вот здесь я посеяла сейчас семена... Как этот цветочек-то называется? Я знаю их по-эстонски, но это я не помню, как на русском. Василек, вот, все время забываю. На эстонском помню, на русском, блин, не помню. Посеяла сюда семена василька. Так, сейчас тепло. Я думаю, они прорастут сами. Если не прорастут, у меня еще половина посеяна в корж... Ну, в дома, посеяна в такую, ну, плашечку специально для проращивания. Решила просто половину прорастить, половину попробовать просто рассыпать в землю. И посмотреть, прорастут, не прорастут. А сегодня сажать будем вот этот кустик сейчас посадим вон туда, в угол. Он будет таким потом огромным кустом красивым. И вот эти растишки посадим в другое место, где у нас цветочки. Пока я тут немножечко мучаюсь, потому что я садовод на два с минусом. У меня есть лопатка, сейчас выкопаем яблоку и закопаем этот кустик. Плюс, может быть, выкопаем вот эти вот дикие... дикую хрень. А пока я расскажу вам историю, которая произошла совсем недавно, за которой я потратила целую кучу нервов. Наверное, это не недельный даже, наверное, годовой запас своих нервов. Просто я давно так за какой-то глупости не переживала. Правда, глупости ужасные. Так вот, недавно подходит ко мне человек, очень мне знакомый, которого я очень сильно уважаю. Я не хочу с ним ругаться, спорить, что-то доказывать свое мнение. И, в принципе, не хочу вступать с ним в конфликт. И начинает мне говорить, что у тебя очень классная собака, очень перспективная для фристайла, но у тебя не очень классный тренер. И намекая на то, что стоит все-таки поменять тренера, или пойти к иностранным тренерам в Европе, онлайн взять уроки, которые направят тебя в более правильное направление. И, ну, мне хотелось сказать ей, что для меня фристайл это не что-то такое прямо супер важное, на что я хочу тратить столько сил, времени. Для меня фристайл это просто классная развлекуха, времяпровождение, где я могу получить свое вот это моральное удовольствие. Но мне настолько не хотелось вступать в конфликт с человеком и говорить, что мне это неинтересно, что мне и так нормально, я это делаю чисто для своей развлекухи, что я не смогла сказать ничего. И из-за этого, ребятки, потом я стрессовала и нервничала сутки. То есть я вчера реально просто сидела и ревела из-за того, что я не смогла это высказать. Просто из-за того, что мой организм, моя голова решила, что я не хочу конфликтовать с этим человеком и доказывать, что мне это не настолько интересно, как ей кажется со стороны. Потому что я очень сильно уважаю этого человека. Я реально понимаю, почему она мне это посоветовала. Она только из благих целей мне советовала, потому что реально собака перспективная. Я как тренер этой собаки тоже перспективная. У меня за спиной сколько? Ну, почти там... Я с четырех лет занимаюсь танцами. Восемнадцать я закончила. Четырнадцать лет у меня за спиной танцев. Хип-хоп, модерн, шоу-дэнс, куча первых мест. А мне неинтересен фристайл настолько, сколько ей кажется. Из-за того, что я не смогла вот это высказать, я так нервничала. Я так вчера из-за этого... Ну, столько нервов потратила. Это такой бред, реально. Такой бред. Из-за такой ерунды. Просто... Это главное не из-за того, что она мне это сказала, а из-за того, я нервничала из-за того, что я не смогла высказать свое мнение. Я не смогла сказать, что мне это не настолько интересно. Ужас. Ну, так вот. Так что все мы люди, все мы нервничаем, все мы ревем периодически, все мы... Немножко тогось. Так что так вот. Так и живем. Нервничаем из-за ерунды, и не нервничаем из-за какой-нибудь важной вещи. Ну, правда. Я очень спокойный человек, я очень мало когда нервничаю, но когда меня вот так выводят из колеи, то меня прям выносят по-черному. Все. Костик высажен. Рядушком у нас вот такое растение, которое надо тоже, видите, снизу чистить. Ну, там плюс суд собаки, так что это понятно. Почистила вот здесь, почистила вон там мяту, все, что семена вот высыпались, вот эти палки все сухие убрала. Огромные корни, все равно. Один корешок оставишь, и от него все... Ужасная дикая роза, честно, просто ужасная. Я забыла это все полить. У меня здесь раствор специальный для цветочков, с удобрением для цветочков, жидким. Немножечко поливаю. И я хочу заодно полить мои бедные вот эти вот, как их там, гортензии называются. В общем, они красивые, но за ними нужен уход, и у меня тут сильно теневая зона, может быть, они и подохнут. Ну, и плюс поливаем тут мои семена, которые я тут как-то безобразно рассыпала. Вот тут они... Вот здесь они видны, вот эти вот точечки, это семена. Не знаю, продут, не прорастут? Ну, это эксперимент. Одно покажу, как у нас вольер сейчас выглядит. Я только что полила землю, не поливала, наверное, полтора дня, может быть, даже два. Схожесть пока нулевая. То есть, семена вообще лежат, хотя по семенам видно, что что-то там все-таки хочет проклюнуться в некоторых местах. О, бля! Все, ждем дальше, пока собак сюда еще не пускают. Так бы, конечно, в такую погоду у меня собаки уже бы часа три здесь находились. Пойдем дальше высаживать. Сегодня такой день, день посядок. Я, наверное, даже ни разу сюда не приходила, вам ничего здесь не показывала, не рассказывала. Я этим не занимаюсь, для меня садоводство это что-то иное, явно не для меня. Здесь у нас маленький огородик, как у меня, у моей мамы здесь маленький огородик. Хрен знает, что она здесь сажает, но это явно лук. Здесь у нас растет мята. В принципе, мята это сорняк. Это единственное, что я знаю. Это было уже посажено еще у прошлых хозяев. Очень красиво, мне это прямо очень нравится. И тут наша маленькая клумба, ну, подобие нашей клумбы. Сейчас мы это все быстренько польем. И все. Вот там вот это я посадила. Как-то посадила, знаете, так попихала. Они маленькие росточки еще. Они не стоят, только лежат, так что пофиг, пусть вот. Захотят жить, встанут. Обработала я это все, как всегда, не засняла в итоге. Короче, обработала я все это специальным раствором для цветочков. Не буду показывать, каким, потому что я хрен знает, правильно это или нет. Лучше не пользуюсь моими советами. Повторюсь, я огородник на один с минусом. Сейчас все, в принципе, полью водичкой. И все. И пойдем тренироваться и косить газон. Оплечка. Покажу немножко торушку. Надо погонять его на машинку, потому что он очень сильно на меня отвлекается. И заводчице это очень не нравится. Видите, смотрит, дырит, ждет, пока я сделаю ему клик, но он должен бегать все время к этой машинке. Так что сейчас просто поделаем вначале машинку, чтобы он просто туда-сюда побегал. Трр. На. Важно, попадает, не попадает, вообще фиолетовый. Сейчас просто бегаем к машинке. Умничка, браво. Класс. Суперский, обойди. Обойди. Тор, обойди. 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 Вот он должен вот так бегать. Сейчас не важно, попадает, не попадает, вообще фиолетовый. На. Тор. На. Аут. Я поставлю правильно этот. Штучку. Делаем без коврика, просто вот, чтобы он набегал, набегивал, как это правильно сказать. Так, так. Умничка. Передний попал по краешку. Заедает кликер. Пойдем. Молодец. Класс. Класс. Круто. Смотрите, тут такая система, что если он попадает, но не попадает, он получает одну вкусняшку, то, что он пробежал. Потом уже, когда он будет стабильно бегать, без вот этих остановок и зырения на меня, тогда можно будет откорректировать уже, ну, что-то откликивать, что-то не откликивать. Здесь зайчик. Такой сам пошел, сам сделал. Сладкий. А если он попал идеально, как мы хотим, мы делаем джек-клик и два, три, четыре раза кормим. Так-так. Бум. Единственное, что я сейчас машинку запускаю рано. То есть раньше я запускала ее на коврике, сейчас я запускаю ее заранее. Бум. Попал. Молодец. Круто. Сейчас в другую сторону поделаем. Утяк вот и получается. Сейчас задача его разогнать, а не откорректировать конкретное действие. Обойди. Потому что я зациклилась, я зациклилась на попадании, и он из-за этого зациклился на мне. И когда он бежит длинный бум, у коврика он смотрит мне в глаза. Вот так вот. Тик-тик. Тик-тик. Не попал. Но я откликнула, так же придется покормить. Потому что собаки не знают, что мы косячим. Классно. Набрявол. Еще дилертой пёс. Еще разочек сделаем, и все. Трррррррр. Разочик. То есть ждет. То, что я кликнула. Кликнула и неправильно. Сли. Тик-тик. Тик-тик. Класс! И тремя лапами попал. Прям кормим, 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 потому что мы не жалкие, нам можно много кушать, можно. Вот такая красивая у нас морда, которая не должна на меня столько зырить. Она такая, она у меня слишком сильно в контакте, слишком хочу добиться от него прям точного попадания, и он такой, тёмать, правильно, правильно я наступил, посмотри, и смотрит на меня, и конечно же из этого не попадает или прыгает. Ну что, сейчас уже 12 дня, я переделаю практически все дела, которые я планировала, мне осталось прогнать Тора беговой бум еще раз, покосила, да и в принципе все. Заняло это у меня достаточно много времени, потому что территория большая, костей много. Сейчас пойдем, сейчас я покушаю, потом мы пойдем погуляем, потом я покормлю собаку, вот так вот. Чтобы когда я покормила, они уже пошли спокойно себе спать. Тор, ты дурачок! Собиралась, значит, с ними гулять идти, одел ему шлейку, он взял, нырнулся в реку. Придется снимать шлейку, одевать ошейник, потому что он себе натрет между лапами, будет только хуже, потом лечить. Так что, одеваем поводок ему, значит, берем, одеваем ошейник, берем с собой два поводка и идем гулять. Сейчас я попробую продемонстрировать вам команду одевайся. Тор, одевайся! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Одевайся! Молодец! Ой, молодец, супер! У меня так умеет Лео и так умеет Тор. Очень удобная команда, когда говоришь просто одевайся, собака подходит к тебе и засовывает в ошейник свою голову. А у меня ошейник так, ну, у бордеров так голова устроена, что если ты ошейник на него одел, то маловероятно, что он ее не сможет высунуть, потому что им будут мешать уши. Вот так, гулять. У меня в машине куча поводков, сейчас что-нибудь выберем. Клад ошейников и поводков. Возьму один такой зелененький, мне они очень нравятся, как полуудавка. И возьму обычный, вот такой вот, двухметровый. Пятиметровый брать не буду. Все, для Фани, в принципе, ничего не надо. Вот такая у меня стая неадекватов. Двухметровых, конечно, они тянут. Мама не горит, точнее, Тор. И впереди там идет вожак этой стаи. Впереди самый главный. Возьму сейчас две руки, потому что, ну, это неудобно одной рукой. Потому что лео-то не тянет, а Тор тянет ужасно. Нам главное выйти туда, а дальше уже можно отпустить и на подзыв чисто. Хотела я изначально, Тор, выйдя оттуда, поехать на велике, что-то потом передумала. У меня и так сегодня проеду в районе десяти километров. Что уже мне хватит на это, на это, на один день. Собачки гуляют, собачки вот так спокойно. Сейчас будний день, дневное время. Люди в это время работают, обычные. А у меня сейчас такие полувыходные. То есть у меня как бы и выходной, и не выходной одновременно. Потому что я пойду на пару часиков вечером поработаю. И все. И поеду домой. Плюс я это сопровождаю с катанием на велике. Я до электрички еду на велике. И я сопровождаю такой физической нагрузкой. А то я и так хожу мало. Так хоть на велике кататься буду. Сейчас чем теплее, тем больше мы гуляем. Особенно в такие дни, как сегодня. Когда у меня в принципе до четырех часов вечера я полностью свободна. Это так кайфово. Прямо на душе отдыхается. У меня собачки бегают, гуляют. Сейчас никого нету на море. Вообще тишина, спокойствие. Хочу продолжить тему занятий с собаками. Чем мои собаки занимаются? Тор занимается отжиллити или ауфристайл? На данный момент. К отжиллити я отношусь достаточно серьезно. Для меня это очень интересно. Я хочу в этом развиваться. Хочу больше знать. Ходить на семинары. Узнавать больше. Узнавать лучше техники. Как другие люди бегают. Что другие люди делают. Чтобы собака лучше их понимала во время забега. С фристайлом это, знаете, так вот. Хотелось попробовать. Попробовали. Собачка оказалась очень приспособлена. Хорошо воспринимает команду. Хорошо работает. У собаки есть огромный стимул работать. То есть она хорошая перспективная собака для фристайла. Но это не та собака. Наверное, не тот вид спорта, который мне настолько интересен, чтобы прям реально развиваться в нем очень сильно. Для меня это так просто. Подурачиться. При том, что да, мне повезло. У меня вот такая очень одаренная, назовем это, собака. Идем немножко прогуляемся. Думаю, снять ботинки или идти уже в ботинках. Писочек достаточно чистый. Его пока еще машины не чистили специально. Так что здесь веточки. Но к летнему сезону тут пройдут большие машины и очистят весь песок. Так это достаточно популярное пляжное место летом. Как летний туризм. Так, идите нахрен. Что-то жрать пытались. Я не знаю. Сейчас иду просто морально отдыхаю. Мне так приятно. Хочется прийти домой сейчас еще и поспать. Но я знаю, что если я лягу поспать, то я встану уже вообще никакая. Мне уже никуда не захочется только лежать и спать. Красота, виды хорошие. Ветер достаточно сильный, но все равно он достаточно теплый. То есть прям чувствуется лето. Еще раз повторюсь, сейчас такой. Еще раз повторюсь, сейчас будний день. Сколько? Час дня, наверное, где-то примерно. И народу нет вообще. То есть весь пляж пустой. Но если сюда прийти в выходной день, то народу тут дофига уже. Хотя еще далеко не купальный сезон. Так что вот так вот. В выходные я работаю. А в будние отдыхай. Вот это все тоже будут убирать к пляжному сезону. И, конечно же, мои твари, вон они. Жрут эти водоросли, валяются в них. Короче, я их только вчера мыла. Вот так. Мой, не мой. Прямо будут вонять чем-нибудь. Фанни ёб твою мать! Тор! Кыш! Кыш пошли! Тор иди! Фу! Фу нельзя! Ай, пошел вон! Тор! Я щас вам! Идите на хрен! Иди! Ты тоже! Аааа! Зай, я мать, ай! Вот так. Йода не хватает, может, в организме. Вообще водоросли это полезно, но их потом, во-первых, они вонять будут, они уже и так, и так будут вонять, а во-вторых, у них может быть понос, а так, конечно, это очень полезно, вот это все, им вкусненько, да, вообще все, что полежало хотя бы сутки на солнышке погнило, для них уже вкусненько, тут у нас хищник, хищник, ты по локтям в этом, что? Тебе норм? А мне, как сегодня будет, хорошо спать, запах моря домой принесете, чупакабра, чупакабра, я говорю, по колено в грязи нормально, пипец ее занесло, вот птичка, надо сожрать птичку, то уже без этих, без вопросов, что поймала? Реально поймала? Реально поймала птичку? Ты поймала птичку? Ты что? Ты что, поймала? Сейчас принесет, не принесет? Я просто что, не пойду туда, мне кажется, не поймала, аааа, мне кажется, не поймала, просто какой-то пиарушкой, что-то такое, я не вижу там птичка. Иди домой, Фанни! Фанни, пошли! Фанни, пошли! Красота неземная! Погнали! Ай, психом весело! Ой, не могу! Что, теплая вода такая? Фанни, он вообще купается! У-у-у, красота! Что я могу еще сказать? Красота, левую, как ты красиво стоишь! У Дора, что не поза, то красота! Все, мы в поле, что-то меня прям так в сон клонит, я иду, и меня прям кемарить хочу. Так тепло, так приятно, можно реально в футболке ходить. Вообще, я не знаю, сколько сейчас градусов, но мы идем сейчас к речке, я хочу, чтобы эти немножко искупались. Потому что кто-то в море избазюкался, воняет, у меня же отсюда чувствуется. Придешь, пусть водичку там можно попить. Чубики, чубазики. Прикольные собаки. Я реально что-то такая уставшая, странно. Я ничего особо сегодня не делал. Ох, палочка, я что-то не нашла, каких покидать. Он сейчас булькнул водой. Есть такой серьезный себе, я прям не могу. Фаня, иди сюда, Фаня, иди сюда. Фаня, иди сюда, иди сюда. Пойдем, Фаня, пойдем. Давай, иди сюда. Пошли. А как в море носиться за птичкой, так первая. А в речке купаться не хочет. Не хочешь? Не хочешь? Иди. Иди искупнись, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот так вот. Я так делать нельзя, но, блин, у меня вся лапа в этих водорослях. Хоть немножко да подсмоет. У меня ванна еще не готова моя, так что я не могу их помыть. Но в ближайшее время я смогу их хотя бы споласкивать. Смотрите на это, я сейчас очень сильно испугалась. Вот смотрите, как он двигает задними лапами. Сейчас шаг, но смотрите, как он их задирает. Я сейчас очень сильно перепугалась, думаю, что не так? Что случилось? Я вспоминаю прошлый год, и у него было то же самое. После того, как он искупается на море, он всю дорогу ходит таким образом. То есть ему или не нравится, что у него в подушечке лап забивается песок, или вот что-то ему вот некомфортно. И именно после того, как он побегает, покупается в море. Еще раз, пока звук это выглядит, он очень сильно вверх поднимает задние лапы. Практически не толкается. При этом рейс у него нормальный. Это только когда у него шаг. Я перепугалась. Сейчас посмотрим, что будет через время. Но я думаю, все будет хорошо. 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 Продолжение следует...